Когда город спит, там, на Советской, ярко светятся четыре больших окна. Свет льет из окон на ночную улицу, и от этого ночь кажется еще гуще. В городе три типографии, но ночью работает только одна – та, в которой печатают газету. А мы с вами сегодня перелистаем некоторые страницы романа Алексея Кузнецова «Гудагай». И на дворе у нас Самара 1930-х годов. Дивные вещи творятся в мире. Стали считать мы просто и метко. Дважды два – безусловно четыре. Значит, дважды два – пятилетка. Вот человек медленно выходит на тихую ночную улицу. Дальние окна типографии на Советской тянут его к себе. Он машинально подходит к этим окнам, заглядывает внутрь и боязливо возвращается назад. Там, за окнами, люди. Отсюда, с темной улицы, хорошо видны их движения. Люди ходят, говорят, беззвучно улыбаются. Но так кажется только отсюда, снаружи. А там, внутри, раздается шум ленотипов и рационной машины. Люди громко разговаривают и смеются тоже громко. В этот ночной час типография живет полной жизнью. Ночь для типографии – это тот же самый день, только темпы ночной работы еще лихорадочней. И люди там, за окнами, в этот час совсем не безмолвны. Алексей Андреевич – автор одного из интереснейших романов, мне кажется, не только в рамках нашего региона, но и вообще в литературе, которая выходила на русском языке в 30-е годы. Удивительный роман, Гудагай. А здесь у нас в Самаре он оказался, он пишет в автобиографии по решению ЦК партии. То есть ЦК партии в этот момент укрепляла наш партийный аппарат. Почему? У нас к этому времени образовался гигантский край. Вполне благополучный такой партийный босс небольшого калибра. При этом абсолютно неожиданное в 33-м году. То есть это человек, который сам должен был цензурировать других. И, кстати, одно время он входил в редколлегию нашего толстого литературного журнала «Штурм». То есть он был членом редколлегии. Он там вполне правоверные статьи пишет, в том числе статья, обвиняющая, скажем, нашего замечательного поэта Багрова, так сказать, в недостаточной классовой чуткости и так далее. И при всем при этом, когда в 33-м году вышел его собственный роман «Гудагай», ну, у людей просто... Люди не знали, что сказать, потому что это было что-то абсолютно из ряда вон выходящее. Видимо, это вот случай Андрея Платонова. То есть ведь Андрей Платонов тоже во все в это верил. Он был, как бы, ну, вполне правоверным большевиком по воззрениям. Но при всем при этом вот талант берет свое. И вот эта внутренняя сила таланта, она заставляет человека писать что-то такое, что вообще не укладывается ни в какие категории. Вот «Гудагай» — это как раз книга, которая ни в какие категории не укладывается. И язык ее, и сюжет, и главный герой — это что-то абсолютно неожиданное. В полдень, когда задыхается все живое, и раскаленный асфальт липнет к ногам, изнуренные лошади падают на горячие камни мостовых в воздухе. Тогда висит скучный и злой мат возщиков. В этот час люди пытаются забраться в тень, чтобы там хоть на минутку вдохнуть чистого прохладного воздуха. А потом снова спешат, обжигаясь на солнце. Зной висит над головами, сковывает тело, сушит во рту. Но пить нельзя, вода только разжигает жажду. Белые широкотрубые пароходы, идущие по Волге, сверкают на солнце и гудят. Но и гудки тонут в свинцовой воде. Около пяти вечера начинается массовое бегство за город. Трамваи в этот час набиты до отказа. Люди, словно мухи, висят на буферах между вагонами, рискуя ежесекундно упасть под колеса. Если перебраться на ту сторону Волги, то весь город как на ладони. Днем города не видно. Днем солнце слепит глаза, и тучи, пыли и песка обволакивают его сплошной стеной. Днем видна только небольшая часть города, та, что надвинулась на пристани. А там, на том берегу, упоительная свежесть. Золотистый песок, промытый водой и годами. А еще дальше лес и дивная прохлада. До того берега на лодке всего 15 минут. 15 минут, и ты на том берегу. А кажется, что в другом мире. Автор нашел вот это слово. Сначала, кстати, когда он публиковал отрывки, еще вот в штурме, до появления книги, он искал эти названия. История одной типографии, первый вариант. Потом Гниль. Вообще такое название. Но в конце концов Гудагай победил. Это, конечно, была большая удача. Вот. Главная вообще неожиданность этого романа – главный герой. То есть он нашел главного героя. Насколько я понимаю, не совпадающий с самим автором. То есть он значительно старше. Он успел повоевать в гражданскую войну. А сам Кузнецов, правда, ну, 1905 года он не успел в гражданской войне поучаствовать. Вот. А тут автор, который прошел через… не автор, главный герой, прошедший через гражданскую войну. И, значит, вот что в нем, какая в нем главная изюминка. Так сказать, время от времени он впадает в помрачение сознания. То есть временами у него происходит то, что сейчас называется таким сдвигом крыши. То есть крыша начинает ехать у человека. И время от времени, ну, как я понимаю, это вообще была достаточно такая распространенная проблема. Ну, многие из известных партийцев, они, вот, видимо, там, в ходе своей деятельности, они заболевали. То есть трудно было сохранить уравновешенную психику. Вот. И, кстати, вот в самом романе там две причины называются. То есть одна причина прямо называется, а другая причина не называется, но читатель может догадаться, потому что главный герой бредит. И во время этого бреда выясняется, что вот во время гражданской войны он, ему приходилось расстреливать самолично, в том числе женщин. То есть там упоминаются во время этого бреда расстрелянные женщины. Понятно, что для него это были враги. Понятно, что внутренне он считает, что он был прав. Но сама по себе вот эта необходимость расстреливать, убивать, отправлять на тот свет людей, быть палачом, она, видимо, вот для его психики она бесследно не прошла. И вот этот человек, который время от времени впадает в помрачение сознания, тем не менее товарищи пытаются его как-то вытянуть из этого помрачения. Все-таки он ценный кадр, он, так сказать, прошел через гражданскую войну, у него чистая биография. То есть они пытаются его как-то акклиматизировать, пытаются его в этой жизни как-то более или менее укоренить. И у него и постоянно срывается, то есть срыв за срывом такое происходит. Вечером город золотится в зареве уходящего солнца. Горят тысячи огней, и от Волги веет прохладой. В этот час над рекой слышится старая волжская песня. Ее звуки мягко плещутся в воде, и лодки, которые плывут по реке, скользят по серебристой глади. Они плывут вверх по течению, туда, где обманчиво. Выщутся жигули величаво, разрезая волжские воды широкой грудью. По реке проходят пароходы, поднимая высокие волны. И лодки стаями устремляются на эти волны. Волны бегут, нарастая, отхватывают лодки грудью и плавно качают их. Ночью у Волга большая дорога. Тут тебе и Баку, и Каспий, и Астрахань. Полной жизнью живет ночная Волга. Мелкий песок скрипит подразмеренным шагом. Человек сходит по песку к самой реке, и в ямке, вдавленные каблуками сапог, набирается вода. Человек долго, одиноко стоит на берегу и смотрит на Волгу. На Волгу и на город, который остался у него за спиной. Потом он идет назад, садится и смотрит вверх. Одинок человек в этот час. Одинок и глубок его взгляд. По языку, по сюжету, это такой типичный модернистский роман. И, кстати, из писателей, называющихся в самом тексте, там называются писатели-эмигранты. Да, да, да. Бунин, Гиппиус. То есть те писатели, которые к этому времени эмигрировали. И, как я понимаю, сам Кузнецов, видимо, из любознательности своей, он читал как раз вот тех самых модернистов, русских писателей-модернистов, которые публиковались в это время за рубежом. Видимо, его такой сверхзадачей было написать в этом духе, используя эту модернистскую технику, но как бы в духе, в таком, в социалистическом. Но в результате у него получилось что-то абсолютно такое вот удивительное. То есть особенно вот одна глава, которая именно так и называется «Гудагай», где главный герой сходит на этой станции, это название станции железнодорожной, станции «Гудагай». Она в реальности существует. Герой сходит, и вот дальше идет нагнетание того, что называется «саспенсом». То есть всю эту главу ничего не происходит. Герой ходит по этому «Гудагаю». И то ли это бред какой-то, то ли это описание блуждания героя вот в помраченном состоянии сознания, абсолютно какая-то вот многосшибательная глава. То есть это вот даже внутри самой книги она производит ошарашивающее впечатление. Между тем, жизнь вокруг кипела и бурлила. Накануне выходного дня выход газеты задержала срочная информация. Попускающий редактор с нетерпением ждал, когда наборщики отдадут ему верстку. Но верстка все время задерживалась и попала в его руки только ближе к трем часам утра. А когда оттиски с гранок наконец легли на стол перед редактором, он еще раз внимательно прочел то, что так взволновало сегодня всю типографию. И то, о чем все в типографии страстно спорили. Но лица многих спорщиков, и редактор это прекрасно видел, были виноватыми. А взволновало типографию сообщения ГПУ. Сообщение было кратким и лаконичным. Но и редактор, и все остальные сотрудники типографии и редакции прекрасно понимали, что скрывается за этой лаконичностью. А сообщение ГПУ голосило, что бывший сотрудник типографии Зарецкий Ящур приговорен коллегией ОГПУ к заключению в концлагерь на 10 лет. Редактор прочел это короткое сообщение и велел заверстать его на второй полосе газеты. Да, дивные вещи случаются в мире. Хоть арифметика знает их редко. Дважды два, безусловно, четыре. Значит, дважды два, пятилетка. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова